Здравствуйте, ребята! Мы с вами продолжаем второе задание ЕГЭ. Как вы помните, мы с вами смотрели на том уроке демонстрационный вариант. Также мы с вами успели разобрать союзы, местоимения. И у нас остались наречия, частицы, вводные слова, предлоги. Вот их мы сегодня на сегодняшнем уроке и разберем. Наречия. Вы помните, ребята, наречия — это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия или признак другого признака. В предложении наречия обычно является обстоятельством и отвечает на вопросы «где?», «как?», «куда?», «откуда?», «зачем?», «почему?» и так далее. Наречия — неизменяемая часть речи. По функциям наречия бывают знаменательные и местоименные. Разряды наречий по значениям. Как мы вам говорили ранее, ребята, разряды, они очень важны. Обратите внимание, образы действия, времени, места, меры и степени, причины, цели. Для чего, зачем нужно знать разряды? Ну, во-первых, для того, чтобы понять отношения, смысл предложения, как они связаны между собой, какую смысловую нагрузку имеют. И примеры. Вопросы есть? Вспомнили? Хорошо. Так, наречия как средство связи предложений в тексте обычно выступают наречия времени, места. Также местоименные наречия в личных значениях. И пример. Посмотрим на практике. Самостоятельно подобрать наречие нужно, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении текста. Мы с вами узнали, что такое наречие. Теперь нужно уже на практике найти подходящее наречие. Для всех коралловых полипов необыкновенно важны чистота и прозрачность воды. Это основное условие их жизни. Поэтому вблизи устьев рек, а также в местах вода загрязнена промышленными отходами. Кораллы никогда не селятся и не строят свои замки. Я вам даю немножко времени, ребята. Подумайте, в каком значении здесь употреблены, использованы вот эти предложения. Наверное, уже догадались. Вот здесь, если разобрать первый шаг, нужно очень внимательно прочитать предложение, текст. Важны чистота, прозрачность воды. Это условия их жизни. Поэтому кое-где вода загрязнена промышленными отходами. Здесь мы уже видим наречие место. А наречие место кое-где. И так ответом будет кое-где. Теперь, следующая часть речи, это у нас частица. Частица, это служебная часть речи, которая служит для образования наклонений глагола. Например, Вот здесь мы обращаем внимание, что вот частица форму повелительного наклонения образует. И также частицы нужны нам для того, чтобы выразить различные оттенки значений в предложении. Ну что за шейка, что за глазки? Помните, Ивана Крылова выражение, высказывание. Здесь восторг. С помощью частицы мы видим восторг. Как и все служебные слова, частицы не изменяются и не являются членами предложения. Разряды частиц, вот их надо знать. Фармообразующие, смысловые. Как раз смысловые мы сейчас с вами посмотрим. По смыслу частицы у нас делятся отрицательные, вопросительные, указательные, уточняющие, ограничительно выделительные, восклицательные, усилительные, со значением сомнения даже есть, побудительные, сравнительные, утвердительные. И какая частица к какой группе относится, вы, ребята, наверное, уже повторили и знаете. Часто встречающиеся частицы на экзамене какие? Вот они. Очень-очень часто встречается. Вот маленькая подсказка опять к нам. Вот даже ведь именно на них, пожалуйста, обращайте внимание. Если в задании сформулировано найти частицу, то вот они вспомогательные. Сейчас попробуем на практике. Представьте, что вы сидите на экзамене, и вам дали такой большой текст. И нам нужно прочитать обязательно, внимательно. А потом выполним задание. Что от нас требуется? Уточняющая частица. Итак, прочитаем текст. Несмотря на технический прогресс, в обозримом будущем люди вряд ли смогут физически проникнуть в мантию Земли, а уж тем более в ее ядро. Пока удалось углубиться лишь на 12 километров в земную кору, и этот рекорд еще долго не будет побит. Для изучения глубоких недр используют геофизические методы, в первую очередь сейсмические. Использование сейсмических методов, основанных на изучении скорости распространения объемных сейсмических волн в толще Земли, позволило ученым провести границы между зонами внутренних неоднородностей в теле планеты и определить, что земная толща подразделяется на верхнюю мантию, нижнюю мантию, внешнее ядро и внутреннее ядро. Как вы помните, ребята, текст у нас какой? Какого стиля? Научного стиля, да, поэтому здесь очень много терминов, повторяющиеся слова тут есть. Но если мы уберем лишние слова, опять же таки, то останется важный, главный. Попробуйте. Какую же мы частицу уточняющую вставим? Наверное, догадались, это у нас частица уточняющая. И именно использование методов каких? Именно, вот она, уточняющаяся. Теперь смотрим предлоги. Предлоги у нас бывают какие? Предлоги по структуре производные и непроизводные. Производные, то есть образуются от другой части речи. Непроизводные, они такие маленькие предлоги. Например, без, перед, в, эс, близ, вместо. И производные, от именные, от глагольные, наречные. Сейчас посмотрим мы с вами группу вводных слов. Вводные слова, вы помните, обособляются обязательно запятыми, не являются членами предложения, и к ним нельзя задать вопрос. Обратите, пожалуйста, вот здесь большое такое внимание, ребята. Потому что вводные слова придают уверенность, предположение или неуверенность, чувство радости, огорчение, удивление. Источник мысли, порядок изложения мыслей. Связь данной мысли с предыдущей, вежливость, привлечение внимания собеседника и оценку меры того, о чем сообщается. Именно во втором задании, что от вас требует, какое вводное слово или какую вставную конструкцию, нужно посмотреть, что нужно найти. И часто встречающиеся на экзамене вводные слова. Кроме того, другими словами. Итак, таким образом, следовательно, конечно, разумеется, безусловно. Например, так. Даже может быть слово наоборот. Во-первых, во-вторых, с одной стороны. Вот они очень часто встречаются. Например, представим, что мы сидим на экзамене, и у нас такое задание. Второе. Что нужно сделать? Нужно подобрать вводное слово. Читаем внимательно первый шаг. И на месте пропуска, ребята, мы должны найти, написать здесь ответ. Пока читаем. Прочитали. Хорошо. Итак, какое же вводное слово сюда мы вставим? Обратите внимание, маленькая подсказка. Если здесь у меня есть слово «во-первых», то здесь обязательно тоже где-то должно быть «во-вторых». Во-первых, во-вторых. Вот здесь является, значит, это слово «во-вторых» ответом. Здесь уже мы видим вводную конструкцию. Хорошо. Вставите там, посмотрите, вводная конструкция какая будет. Ребята, я вам желаю успехов на экзамене. Обязательно выполните задание правильно. И очень-очень надеюсь, что сегодняшний урок поможет вам выполнить верно, найти ответ второго задания ЕГЭ. Удачи!